Губернатор наградил знаком отличия материнская слава мать шестерых детей Валентину Антипину. Сергей Коткин включился в работу над проблемами рыбохозяйственного комплекса округа. Решить вопрос, который остается в центре внимания уже практически год, так и не удалось. Произойдет ли сокращение расходов на муниципальную власть Нарьинмара, смотрите в выпуске. Ань, здорово! Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. В преддверии Дня матери, который весь мир будет отмечать в ближайшее воскресенье, глава региона Игорь Кошин вручил окружной знак отличия третьей степени Валентине Антипиной из поселка Искателей, воспитывающей шестерых детей. Знак отличия материнская слава учрежден в 2007 году и вручается многодетным матерям Ненинского округа в целях обеспечения общественного признания, глубокой благодарности и высокого уважения к женщине-матери за заслуги в достойном воспитании детей и ее роль в укреплении семьи. 36 лет вместе, рука об руку, идут по жизни Валентина и Дмитрия Антипины. Семья воспитала шестерых детей. Я вообще большая загадка, как можно справляться с большими людьми. Потому что, когда много дедов, и каждый требует внимания, каждый требует заботы, и как в это время можно просто разорваться. Большая-большая загадка. Поэтому, позвоняюсь перед вами, вы героическая женщина. Игорь Иванович, вы... Героический. Героический мужчина, да. Потому что поддерживать такую замечательную супругу, это нужно иметь большую волю. И, конечно же, вам хочется пожелать, безусловно, счастья. И позвольте вам вручить такую награду. Награда окружная материнская слава третьей степени. В семье Антипиных четверо взрослых детей. Старшему из них, Владимиру, уже исполнилось 46. Младшей дочке Виктории – 30. А 10 лет назад, как признаются многодетные родители, неожиданно к ней в дом попали два брата – Богдан и Степан. Моя дочь работала в доме ребёнка. И у них там такая традиция была раньше, сейчас говорят, этого нет. Чтобы деток брали на выходные в семью. Чтобы они видели, как живёт семья, как встановку семьи. И привыкали как-то же. И, значит, у нас дочь пришла и говорит, мама, нам просят, чтобы мы брали деток. Можно я приведу ребёнка? Я говорю, ой, да Бога ради, приводи, пускай же им. Жалко. Сначала ребята из дома малютки приходили только по выходным. Затем всё чаще и чаще. И когда встал вопрос, отправить мальчиков в Америку в приёмную семью или взять к себе детей навсегда, сомнений у опытных родителей не было. Наверное, Господь хочет этих детей спасить моими руками. И думаю, ну что, это, конечно, легко добро проявлять так. Вот погладил по головке, дал конфетку. А вот так вот, чтобы это взять и на всю жизнь. Знак отличия «Материнская слава» учреждён в 2007 году и вручается многодетным матерям Ненинского округа. Ещё два знака отличия отправятся многодетным матерям Ирине Ефимовой в деревню Пылемет и Галине Меца в село Коткино. Елена Семёнычева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Сергей Коткин включился в работу над проблемами рыбохозяйственного комплекса Ненинского округа. Об этом депутат Государственной Думы сообщил губернатору во время встречи в Нарьинмаре. Парламентарий находится с визитом в округе в рамках традиционной недели регионов. Вопрос любительского рыболовства – один из самых острых и волнующих жителей округа, многие из которых ведут традиционный образ жизни. Однако полномочия по выдаче разрешения, определению нормы вылова и формированию рыбоучастков находятся на федеральном уровне. Поэтому Сергей Коткин с первых дней работы в Нижней Палате Российского парламента активно взялся за решение данной проблемы. На площадке Госдумы депутат принял участие в дискуссиях Думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельных отношениях, а также встретился с заместителем главы Росрыболовства. Законопроект о любительском рыболовстве был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор находится на доработке. На второе чтение, по словам Сергея Коткина, должен выйти в конце текущего года. Самое важное, что этот закон, который был принят, все-таки предусматривает возможность того, что жители будут ловить, если там был авто и билет, а сейчас это был романовный билет. Должно быть получиться в декабре. У нас с вами была главная задача. Мы даем вам, чтобы был порядок. Это первое. И второе, чтобы наши жители... Чтобы нам не загонять жителей в статус браконьер. Чтобы люди имели возможность законно ловить биоресурсы. Должны иметь четкий, понятный, законный порядок. Завершая встречу, губернатор поблагодарил Сергея Коткина за то, что он не только перенимает опыт других субъектов, но и отстаивает интересы округа на федеральной площадке. ГУПФООО, администрация региона, представила на рассмотрение собрания депутатов прогнозный план приватизации государственного имущества Ненецкого округа. Согласно законопроекту, государственные унитарные предприятия, такие как Ненецкая фармация, Ненецкая компания электросвязи и Ненецкая агропромышленная компания могут поменять форму хозяйственной деятельности на общество с ограниченной ответственностью или акционерные общества. О преимуществах преобразований шла речь на заседании Постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике. Преобразование ГУПФО в общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество должно пройти до конца 2017 года. По словам Анастасии Голговской, преобразование государственных унитарных предприятий в ОАО предпочтительнее по ряду причин. Во-первых, упрощенная процедура перерегистрации, которая не влечет за собой необходимость выпуска акций, что, безусловно, экономнее. Кроме того, по своим критериям ООО относится к сфере малого и среднего предпринимательства. Статус таких предприятий также имеет ряд преимуществ. Меньше проверок контрольных и надзорных органов – ряд налоговых преимуществ. Есть и еще одно. Обществам с ограниченной ответственностью открыт доступ к кредитным ресурсам. ГУПам получить заемные средства в коммерческом банке гораздо сложнее. Когда ГУПы пытаются кредитоваться, то банки, такие как Сбербанк, такие как ВТБ, крупные банки Петрокоммерс, которые на нашей площадке работают, для них форма закрепления имущества на праве и хозяйственное ведение, а это именно такая форма у нас в ГУПах, она неприемлема для них, потому что это имущество не является собственностью ГУПа, это является собственностью округа. И она не принимается в залог. И, допустим, тот же самый ГУП, Ненинская промышленная компания, у нее было принято только стадо. То есть получается, что здания, сооружения, активы, которые, как говорите, округ наделял, наделял то же самое, просто аналогия с электросвязью, те активы, которые есть, они не могут их использовать для получения, допустим, каких-то кредитных ресурсов. После преобразования все недвижимое имущество Ненинской АПК может стать хорошим гарантийным инструментом для банков. А пока, по словам Олега Белакам, это большая проблема для ГУПов, которые хотят развиваться, расширяться и модернизировать свое производство. Не секрет, что сегодня регион ограничен в финансовых средствах и не может вкладывать в предприятие в виде тех же субсидий. Своё веское «за» в пользу преобразования высказал и директор Ненинской компании электросвязи Владислав Песков. С 1 января предприятие будет обязано работать по 44-му федеральному закону о госзакупках. Для НКС его специфика работы в регионе – это будет очень проблематично. Мы изучили вопрос по 44-му закону. Вопросов по связи вообще никаким образом там не упоминаются. Мы провели консультацию в том же Роскомнадзоре буквально неделю назад. Задали им вопрос, а как нам быть? Если вдруг с каким-то оператором он не захочет выйти на нас, на этот аукцион и отторговаться, соответственно, и присоединить нас к его сети. Они развели руками и говорят, а мы в принципе не готовы ответить. И для нас это является очень серьёзным основанием того, что если вдруг у нас не будет этого присоединения, то Роскомнадзор, соответственно, может прекратить нам лицензию. И мы, соответственно, не сможем оказывать услуги. Свои аргументы в пользу преобразования есть и у Ненинской фармации. Все три предприятия готовы сменить форму хозяйственной деятельности. От этого им станет только лучше. Стоит отметить, что округ от таких трансформаций ничего не потеряет. Напомню, сегодня ГУПы платят прибыль в казну региона в размере 25%. После преобразования эти параметры не уменьшатся. ОАО будут отчислять не менее четверти от прибыли, акционерное общество – четверть полученных дивидендов. Кроме того, доля участия округа или доля акции округа в управлении предприятиями будет равна 100%. Впрочем, несмотря на аргументы представителей администрации и руководителей предприятий, не всех депутатов удалось убедить в целесообразности предлагаемых решений. Президент Российской Федерации на последнем форуме сказал очень четко, приватизация предприятий, вот очень тщательно надо смотреть, любую попытку приватизации предприятий. Поэтому я хотелось бы полностью понимать, и Наталья Александровна совершенно права, они бы отчитались перед нами, мы бы поняли, какие их проблемы возникли. Проходили мы все это, коллеги, уже не раз. Поэтому я лично против этого закона. По итогам комиссии было решено вынести вопрос о преобразовании ГУПов в общество с ограниченной ответственностью на рассмотрение сессии 30 ноября для принятия в первом чтении. Окончательное решение о приватизации предприятий депутаты должны принять до конца 2016 года. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Решить вопрос, который остается в центре внимания уже практически год, так и не удалось. Речь идет о сокращении расходов на муниципальную власть Нарьинмара, в том числе сокращение фонда оплаты труда муниципальных служащих и уменьшение окладов выборным лицам на 10%, о котором городские депутаты твердят еще с декабря 2015 года. На очередной сессии Гурсовета в очередной раз состоялись, прямо сказать, горячие споры. С одной стороны, мэр города Татьяна Федорова, которая и наложила уже второе вето на этот затянувшийся вопрос, с другой – городские депутаты, которые считают, что бездействие муниципальной власти в этом вопросе привело к увеличению норматива на содержание органов местного самоуправления и, как следствие, недополучение дотации из окружного бюджета. Несмотря на экономическую ситуацию и дефицит казны, городская администрация не спешит снижать уровень расходов на аппарат муниципальной власти. В свою очередь, более одной трети собственных доходов бюджета Нарьинмара в 2016 году направлено на содержание именно органов муниципальной власти. Мэр Нарьинмара Татьяна Федорова в своем решении категорично говорит, власти необходимо действовать в рамках действующего законодательства и не ущемлять права муниципальных служащих и настаивает на формировании согласительной комиссии по урегулированию данного вопроса. Отсутствие денежных средств, как называется, один на углу, да? Отсутствие денежных средств, это будет основанием для уменьшения заработок плата работников, в том числе и бюджетности, работают в муниципальных служащих. Есть трудовой кодекс, есть четко указан, в каких случаях может быть изменены условия оплаты труда. Если мы с вами создаем сегодня для того, чтобы наши муниципальные служащие завтра вошли в суд, если мы сами этого хотим, тогда мы можем сделать решение. Между тем, прокуратура, как орган, осуществляющий надзор в сфере законности принятия тех или иных нормативных актов, нарушение законодательства при принятии данного решения не видит, а видит лишь затягивание процесса принятия решения. Возмущены затягиванием вопроса и одновременно снижением расходов бюджета по другим жизненно важным статьям, например, ЖКХ и социальная политика и городские депутаты. Так, Ольга Питунина убеждена, что Татьяна Васильевна, как лицо города в сложившейся экономической ситуации, должна была своим примером показать правильный ориентир своим подчиненным. Имея сегодня огромный недостаток средств на исполнение очень важных расходов и обязательств, и имея сегодня расходы в размере одной трети на содержание органов местного соуправления, я считаю, что это несправедливо, и уменьшать содержание расходов необходимо начинать с себя, нежели с сокращения расходов на содержание муниципальных учреждений. Начинать сокращать зарплаты надо с себя, а не с работников муниципальных учреждений. Но с себя никто начинать не хочет, а значит, бюджет на 2017 год будут оптимизировать по другим статьям. Елена Семеновича, Варенит Шишилов, Телеканал «Север». Совсем скоро это станет возможным благодаря развитию телемедицины. Об этом сообщил губернатор Игорь Кошин на открытии Международной конференции «Арктическая телемедицина в Нарьинмаре». Научные исследования для практических решений в области здравоохранения. Специалисты научных лабораторий, университетов и медицинских организаций обсудили эту тему на втором дне научно-практической конференции «Арктическая телемедицина». Полезные разработки для реальных людей. Такую цель ставит перед собой Северный Арктический университет. Научная лаборатория по внедрению информационных технологий уже не первый год сотрудничает с больницами и социальными учреждениями. Молодые ученые работают над созданием приложений и модернизируют программы в области гастроэнтерографии. Конечно же, очень обидно, что очень много разработок за рубежом, они достаточно дорогостоящие. Они и есть такие разработки, да, но может быть громоздкие какие-то, да, менее миниатюрные. И я считаю, что в ближайшее время вся наука информационная, она и настроена сегодня, и будет настроена на разработку вот как раз конкретных совершенно вещей для повседневной жизни человека. Такими простыми разработками могут быть умные датчики для пожилых людей, приложения для тех, кто хочет бросить курить или похудеть. Они содержат стратегию, как вести себя в случае стресса или депрессии, когда хочется взять в руки сигарету или съесть что-то вредное. А вот ученые из Москвы и Уфы пошли еще дальше. Они разработали интернет-сервис, который позволяет дистанционно определить риск человека к раковым заболеваниям. Это интернет-сайт, где вы можете зарегистрироваться, в личный кабинет войти, пройти анкетирование. Это так называемый первый этап онкологической профилактики. Наш сервис и наши врачи стремятся поднять планку распознавания рака на ранной стадии с текущих в России 54% до 80%. Передовой опыт российских и зарубежных регионов лишь подтверждает, совместными усилиями можно поднять качество и доступность медицинских услуг. Нинецкий округ продолжит работать в этом направлении. Мы, во-первых, входим в 10 самых лучших регионов России по версии Министерства здравоохранения по развитию медицинско-информационных технологий, куда относится и телемедицина. И мы не намерены с этой планки куда-то, так сказать, падать. Мы намерены только ее улучшать. У нас должно быть, по идее, что в каждом населении в определенном пункте, где есть медицинский работник, должна быть возможность телемедицины. Что касается сотрудничества, профильный департамент провел встречу с профессором из Индии. После знакомства с телемедицинской практикой Южноазиатской республики будет рассмотрена возможность заключить соглашение о сотрудничестве между Нинецкой окружной больницей и Медицинским институтом имени Санджая Ганди. Валентина Чебичик, Антон Водряков, Телеканал «Север». Новый этап и новая ответственность. Нинецкий краеведческий музей подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом дикой природы. Новый этап и новая ответственность. Нинецкий краеведческий музей подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом дикой природы. Вместе с партнерскими отношениями Нинецкий округ получает возможность выйти на качественно новый уровень и представляет свои проекты уже на всероссийском уровне. Партнерские отношения между Фондом дикой природы и Ненинским краеведческим музеем, да и в целом с округом, установились еще в 2006 году. Именно тогда состоялась церемония подписания соглашения между Ненинским округом и Всемирным фондом дикой природы России о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. По словам директора Баренцево-Морского отделения Олега Суткайсис, подписание данного соглашения в преддверии года экологии открывает перед Ненинским округом и Ненинским краеведческим музеем в частности совершенно новые возможности. Данное соглашение для нас это некая формализация наших отношений, которые уже развиваются на протяжении более 10 лет. Просто мы работали от времени к времени, от ситуации к ситуации, от какого-то мероприятия к какому-то мероприятию. Всегда, когда такие отношения формализуются, то развитие отношений получает поступательный характер. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет более систематизировано, будет носить какой-то плановый характер. Соответственно, у нас мы будем достигать больше результатов на благо нашей общей цели сохранения природы округа. Подарком для всех гостей мероприятия стала выставка «Архипелаг», посвященная природе и истории освоения Арктического архипелага «Земля Франца Иосифа», которая организована при поддержке администрации округа. Сотрудники Национального парка «Русская Арктика» из Архангельска привезли в столицу Заполярье более 200 фотографий и находок этого уникального региона. Выставка посвящена природе, истории освоения первооткрывателям архипелага, полярникам, которые работают на архипелаге и по сей день, пограничникам, которые также работают на рубежах Российской Арктики и новым этапам развития Арктики, так называемой генеральной уборки Арктики. На выставке представлены 8 островов земли Франца Иосифа, всего их 192. На фотографиях запечатлено все разнообразие архипелага от острова Нордбук с уникальной цветущей растительностью несвойственной Арктики, белых медведей и атлантических моржей до остатков зимовой экспедиции и утилизации техногенного мусора. Заинтересовала данная экспозиция и самых молодых ныринмарцев. Тимофей Кисляков в свои юные года уже знает, кто обитает в его родном крае и от кого их надо защищать. Белые волки, полярные медведи, бурые медведи. Так как выставка у нас открывается в Ненецком краеведческом музее, птицы разные. А от кого их надо защищать? От браконьеров, все такое. Ранее выставка «Архипелаг» уже побывала в Архангельске и Мурманске. В планах национального парка познакомить с ней жителей всех арктических регионов России. Экспозиция будет работать в Ненецком краеведческом музее до 11 января 2017 года. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». На этом пока все. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте адрес трк-север.ру. Далее смотрите прогноз погоды. Лакомбой. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok